Добрый вечер! Спасибо, что смотрите нас в эфире Верхнеуральское телевидение в студии Ольга Питкалюк. Что нового и интересного произошло в районе за минувшую неделю, узнаем сегодня. Будет тепло и будет светло. Какие объекты отремонтировали в 2018 году по проекту «Реальные дела»? Богатырская наша сила. В Верхнеуральске прошел чемпионат по жиму тяжестей. Проект «Реальные дела» помогает решить насущные проблемы в поселках Верхнеуральского района. Информация о реализации объекта в нашем сюжете. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 500 миллионов рублей для муниципальных образований региона на реализацию проекта «Реальные дела» в 2018 году. В Верхнеуральском районе программа направлена на решение насущных проблем в поселениях. В текущем году район получил 7 миллионов 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Реальные дела». На автоматизацию системы водоснабжения Спасского сельского поселения и приобретение аппаратуры для бесперебойной подачи воды выделено 150 тысяч рублей. В шести поселениях – Межозерном, Керсинском, Петропавловском, Сурменивском, Красненском и Спасском – приобретены детские игровые площадки. На общую сумму – 950 тысяч рублей. На проектные изыскательские работы по благоустройству набережной реки Урал-Верхнеуральский получены 2 миллиона рублей. На сумму 500 тысяч капитально отремонтировали кровлю здания второй городской школы, а на 700 тысяч заменили окна в Межозерной основной школе. Ремонт в детском саду «Ласточка» поселка Урлединский сделали на 300 тысяч рублей. 500 тысяч выделено Урлединской школе для проведения изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации на реконструкцию здания в связи с планируемым переводом детского сада в неиспользуемые помещения школы. Большую часть объектов проекта «Реальные дела» в Верхнеуральском районе представляет учреждение культуры. В Степнинском культурно-развлекательном центре «Спектр» произведены частичный ремонт мягкой кровли и текущий ремонт спортивного зала на 200 тысяч рублей. Текущий ремонт системы отопления культурно-спортивного центра «Прометей» в Форштадте будет на общую сумму 700 тысяч. В Спасском спортивно-культурном центре замена обогревателей и электропроводки сделано на 350 тысяч рублей. А в Бабарыкинском сельском клубе сделан текущий ремонт фасада на 100 тысяч. Сегодня работы ведутся в Петропавловской музыкальной школе, где отремонтируют и утеплят помещение на общую сумму 700 тысяч рублей. Самые сильные люди нашего района и гости из Магнитогорской училов поборолись за лучший результат в жиме лёжа. В Верхнеуральске прошёл чемпионат, на котором побывала наша съёмочная группа. Этим спортсменам впору называться богатырями. Силачи явно приготовились к чемпионату по жиму штанги. Мускулы и воля к победе при себе. Когда-то тяжёлые виды спорта были развиты на высоком уровне Верхнеуральске. Сегодня действующие спортсмены поставили цель – возродить славу верхнеуральских силачей. Два раза здесь уже проходили турниры по жиму штанги. Мы с каждым годом стараемся уровень повысить. И именно вот эти соревнования, открытый чемпионат Верхнеуральского района, по словам ребят, понравился. Понравился, во-первых, комфортностью предоставленного зала. Во-вторых, понравился самой организации. То есть прошло без затягиваний, быстро. И желание приехать к нам вновь, то есть у всех большое. Поэтому постараемся в дальнейшем данное мероприятие сделать постоянно. На этот раз организаторы пригласили гостей из Магнитогорска и Училов. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов. Наш район представили девушки и парни Верхнеуральска, Межозёрного, Красненского. У каждого участника три подхода. Главное – отпустить штангу с заявленным весом до груди, а затем поднять на вытянутых руках. Получается, это не у всех. Евгений Ангеловских из Магнитогорска признается, что чуть-чуть не повезло. У него за две недели это третье соревнование. Но организацию чемпионата в Верхнеуральске он оценил. Достаточно хороший уровень. И спортсмен, и сама атмосфера, и организация тоже на должном уровне. Общее руководство по подготовке и проведению чемпионата осуществлялось Фоком «Дельфин», управлением физической культуры и спорта, а также автономной некоммерческой организацией «Национальная ассоциация пауэрлифтинга». Девять представителей Магнитогорского клуба «Полей платформа» были судьями чемпионата. «Национальная ассоциация пауэрлифтинга – самый главный у нас лозунг, это пауэрлифтеры для пауэрлифтеров, поэтому мы сами все судьи, абсолютно все спортсмены, поэтому будем лояльны, будем снисходительны, не переживайте. И любое, опять же, еще один закон, у нас любое спорное решение рассматривается в сторону спортсменов, так что не переживайте, всем легких килограммов на штат. Участников перед началом соревнований приветствовал заместитель главы Верхнеуральского района Юрий Журин. Мы благодарны организаторам чемпионата, здесь поддерживаем все начинания, с нашей стороны будет все сделано к тому, чтобы эта традиция стала уже на многие-многие годы. Соревнования проходили по безэкипировочному жиму штанги и экипировочному жиму штанги лежа в следующих возрастных категориях. Открытая возрастная категория. Тинейджеры 14-17 лет, мастера 40-49 лет, юниоры 18-23, мастера 50-59 лет. Результаты чемпионата вы видите на своих экранах. Помимо основных победителей, Александр Грудинин, Сергей Ефремов, Евгений Федоров и Вячеслав Буриченко выполнили норматив КМС. Вадим Аскаров выполнил норматив мастера спорта. Спонсорами соревнований выступили ФОК «Дельфин», администрация Верхнеуральского района, компания «Айрон Кинг», отдел спортивного питания «Минашок», магазин «Орбита» города Магнитогорска. Отдельную благодарность за оказанную помощь в подготовке соревнований организаторы выражают Виктору и Артему Копьевым, компании «Арт-Медиагрупп» за изготовление медалей. В поселениях Верхнеуральского района за минувшую неделю прошло немало событий. Предлагаем вам новости территории в дайджесте. В рамках социального проекта русской медной компании на территории присутствия предприятия в Межозерном 16 апреля прошел конкурс «Измени свой город к лучшему». Победителем признан проект благоустройства Дома культуры «Меридиан» Гоцрид Ксении, ученица Межозерной средней школы. На реализацию данного проекта РМК выделено 301 тысячи рублей. Выполнены работы по укладке газона 160 квадратных метров, высажено 97 кустарников, произведено кронирование существующих деревьев, укладка бордюра по периметру на сумму 40 тысяч рублей. Общая сумма реализации проекта 341 тысячи рублей. Открытие законченной площадки состоялось 11 октября. Право перерезать ленту получили Ксения Готфрид, победительница конкурса, и Любовь Юркова, заместитель генерального директора АО «Александринская горно-рудная компания по социальным вопросам». Слова благодарности за очередной подарок спонсору выразила заместитель главы Межозерного поселения Елена Серова. А за разработанный проект Елена Станкевич, директор культурно-досугого объединения «Меридиан», поблагодарила Ксению Готфрид и вручила ей грамоту. 15 октября состоялась встреча главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова с управляющим директором Южурал Золото Романом Бергером по вопросам реализации инвестпроекта ОАО и УГК «Курасанский ГОК». На совещании присутствовали представители предприятия, заместители главы муниципалитета Юрий Журин и Ирина Багруденко, начальник отдела архитектуры Ирина Андреева, главы Красненского и Сурменевского поселений. Участники совещания рассмотрели обращения жителей по объездной дороге в перспективу комплексного развития ближайших к объекту территорий. В этот же день Сергей Айбулатов вручил персональное поздравление президента Российской Федерации и свой памятный адрес по случаю 90-летия жительницы районного центра Ираиде Михайловне Садовской. Мне президент поручил вас поздравить, я пришел вас поздравить с 93-м, пожелать вам здоровья, пожелать вам всего самого хорошего, ну и договориться с вами, что мы с вами встретимся еще через 5 лет на 95-летие. Вы старайтесь, значит, мы пообещаем, что мы придем, а вы пообещаете, что нас дождетесь и мы еще раз с вами встретимся. Было бы здорово. Вот вам ваш нас, да, вот такие цветочки. Большое спасибо. 15 октября в Фарштате провел прием заместитель главы муниципалитета Юрий Журин. Вопросы касались благоустройства населенных пунктов поселения, ограждения кладбищ, уличного освещения, отсыпки дорог. Жители села Новоахунова озадачены заменой участков водопроводных сетей для бесперебойной работы системы водоснабжения в любой сезон. Идея такова. На сегодняшний день администрация Фарштата доделает документацию по остаткам, да? Вот в Фарштате мы почти все поменяли. Мы в Держинку полностью поменяли. Вот от скважины до последнего потребителя полностью меняется весь водопровод. Мы дойдем до вашего Охунова. Поменяем у вас, тоже все это дело сделаем со временем, чтобы не было никаких перебоев ни у вас, самара внутри поселочка буквально остался. Все обращения зафиксированы и приняты в работу. Внимание! В октябре грандиозное открытие оптового мебельного центра в Верхнеуральске. Более тысячи моделей от лучших фабрик России. Постоянные акции и скидки. Бесплатный проект за один день. В наличии кухни, шкафы, столы, интерьерные кровати и огромный ассортимент диванов. Первый магазин честных цен. Торговый центр «Мега». Торговый центр «Мега» Торговый центр «Мега» Побеждая свои слабости, человек закаляет волю и трактуру. Чтобы стать успешными сильными, занимайся спортом. Субтитры создавал DimaTorzok Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает фермерам строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет порядок строительства жилых домов в КФХ. Такое заявление сделал координатор партпроекта «Единой России», «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников. Партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. На 18 октября цифры уборочные в Верхнеуральском районе. Скошено зерновых и зернобобовых на площади 89 тысяч гектаров. Обмолочено зерновых и зернобобовых на площади 89 тысяч гектаров, что составляет 100% от посевной площади. Намолочено 121,2 тысячи тонн в бункерном весе. Урожайность 15 сантиметров с гектара. Яровой сев. Обмолочено 97,7 тысяч гектаров, что составляет 94% от посевной площади. Намолочено 132,6 тысячи тонн. Уборочную закончили. ООО «Придуралия» директор Ибрагим Ахмедгалеев. ООО «Петропавловский зерновой комплекс» исполнительный директор Сергей Канышов. СПК «Август» председатель Игорь Пермяков. ООО «КФХ Овощевод» директор Сергей Шаров. ООО «Тайсаринская» директор Александр Савинов. ООО «АПК «Фениц» директор Армен Сарксян. ООО «Хлебинка» также завершили уборку зерновых культур, но не подошел срок созревания подсолнуха на зерно. Коротко о других событиях смотрите в рубрике «Одной строкой». Выставка «Аркаим. Взгляд через века» открылась 17 октября в Верхнеуральском краеведческом музее. На выставке представлены уникальные экспонаты, которым около 4 тысяч лет, из фондов заповедника, в том числе макет древней колесницы. Посетители выставки смогут увидеть подлинные археологические предметы, изящные керамические сосуды, элементы конской упряжи, предметы вооружения, культово-церемониальные артефакты и другие вещи из материального и духовного мира жителей Аркаима и других поселений страны-городов. А также реконструкции внешнего облика древних жителей, выполненные по методике профессора Герасимова. Выставка из фондов заповедника уже несколько лет путешествует по Челябинской области. Благодаря поддержке Министерства культуры Челябинской области древние артефакты побывали в Миасе, Верхнем Уфалее, Копейске, Южноуральске, Троицке, Усть-Катаве, Ашей, Снежинске. А теперь их можно будет увидеть и в Верхнеуральске. Целью нашей выставки как раз было то, чтобы максимально большая количество людей, которые по разным причинам не могут приехать к нам, не имели такой возможности, чтобы они могли познакомиться с экспонатами, с находками, с материалами, которые рассказаны об Атеиме и о так называемой стране-городов. Это уникальная археологическая культура, которая существовала на территории Южного Урала 4 тысячи лет назад. Она оставила незлагимый подпечаток на этой территории и вообще оказала огромное влияние на всю историю Евразийского континента. Но самым интересным экспонатом выставки является макет древней колесницы в натуральную величину, восстановленный по материалам археологических исследований на Южном Урале и в Северном Казахстане. Колесница построена полностью по древним технологиям, без единого гвоздя и впервые демонстрируется на подобной выставке. Ну, вернее, она для одного человека назначалась для одним управляемой колесницей, а второй, скорее всего, был погружен руками или чем-либо еще. Иногда эти колесницы могли выполнять такую военную функцию, потому что они были проманеврены, быстрые. Все желающие смогут почувствовать себя древними воинами, постоять в колеснице, подержать в руках копье и сфотографироваться на память. Выставка будет работать до 16 ноября. Отряд юных добровольцев 2-й городской школы ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по формированию здорового образа жизни и по организации добрых дел. Так, в рамках проекта «Островки безопасности» школьники оформили летние веранды детского сада «Светлячок», воспитанниками которого сами являются. Один островок поможет детям закрепить знания правил дорожного движения, другой напоминает о личной безопасности дома и во время прогулок. Депутатам районного собрания от Верхнеуральска Павлом Вдовином были выделены средства для приобретения необходимого инвентаря. Руководитель школьного отделения волонтеров Наталья Тишина вручила благодарственные письма тем, кто помог осуществить проект. Олегу Бурашникову, Дарьи Ефремовой и тем ученикам, кто участвовал в его реализации. Заведующая детским садом Людмила Кирсанова поделилась радостью от результатов волонтерского детища. Тем более на безвозмездной основе мы всегда рады, когда нам приходят и помогают. Тем более, что веранды были новые, были скучные, поэтому тем более, что будет нарисовано то, что необходимо для нашей образовательной деятельности. Воспитанники детского сада не остались в стороне и приготовили творческие подарки. Посмотри сперва налево, убеди, что нет машин, впереди до середины тут же снова не спеши. Посмотри сперва на слава, нет машин, не лезь вперед, слава осознаешь, слава настоящий пешеход. Зажигалки или спички, огонечек невеличко, просит, поиграешь со мной, я и тропки, и ручной, но плохая нагружка подожжет диван, подушку, книжки, стол, ковер, обоя, и большой пожар устроит. Что заполнить мы должны, детям спички не нужны. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Благодаря бдительности начальника смены дежурной части отдела МВД России по Верхнеуральскому району, майора полиции Петра Готфрида, который 14 октября около 21 часа 30 минут услышал на улице хлопок, незамедлительно направил наружные наряды проверить обстановку в районе автодороги Верхнеуральск-Петропавловский. На первом километре автодороги Верхнеуральск-Петропавловский водитель-мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Тем самым совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Пассажир, мужчина 1988 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции, пострадавшему удалось сохранить жизнь. За текущую неделю в дежурную часть поступило 107 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них о 12 преступлениях. В ходе работы по раскрытию данных преступлений, три преступления в настоящее время остаются нераскрытыми. Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. Если говорить о видах преступлений, то можно сказать, что одно преступление было совершено против личности, четыре преступления имущественного характера, четыре прочих преступления. В ходе работы по данным преступлениям два лица задержаны и арестованы, находятся в изоляторе временного содержания. За прошедшую неделю совершено 10 дорожно-транспортных происшествий. В данных происшествиях один человек погиб, один ранен. Сотрудниками отдела составлено 23 административных протокола. Проводится работа по взысканию административных штрафов по наложенным правонарушениям. В ходе работы по преступлениям на розыскной учет похищенных номерных вещей выставлено на учет 6 номерных предметов. Проведено два результативных обыска. Сотрудниками отдела проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Подросток по предупреждению подростковой преступности. Ваш участковый. Ознакомление жителей района со своими участковыми, уполномоченными полиции. Все вы знаете, что совершено преступление в городе Керчь. В связи с этим с 17 по 31 октября проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на предупреждение, профилактику экстремизма и терроризма. Уважаемые граждане, участились случаи мошенничества с использованием социальных сетей интернет. Мошенники взламывают страницы граждан в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассники. И обращаются к родственникам, от лица родственников, от лица знакомых с предложением сообщить банковские реквизиты для участия в акции с целью дальнейшего получения денежного приза. Ни в коем случае, никогда никому не сообщайте ваши банковские реквизиты. В противном случае, с ваших счетов будут списаны все имеющиеся там денежные средства. Будьте бдительны. При получении данных сообщений обязательно проверяйте данную информацию. Перезванивайте вашим родственникам, знакомым, друзьям. Не поддавайтесь и будьте объектами мошенничества. 13 октября в поселке Межозерный прошел 20-й легкоатлетический кросс. Юбилейные региональные соревнования прошли при поддержке администрации поселка Межозерный. В помощи индивидуального предпринимателя Равиля Сальманова спонсором кросса выступила Александринская горнорудная компания. На трассы легкоатлетических соревнований приехали 173 бегуна из города Училы, города Верхнеуральска, Карагайской, Сурменивской, Фарштадской, Кирсинской, Петропаловской, Сухтелинской школ. Многочисленную группу представляли учащиеся школ поселка Межозерный. Забеги на дистанции 500 и 1000 метров прошли в борьбе между детьми различных возрастов. Наиболее успешно выступили гости из города Училы, завоевавшие три первых места, и бегуны Межозерной школы. Воспитанники Попова Николая Ивановича выиграли три золотые медали. Это Кристина Фомина, Захар Бочаров и Денис Хибатулин. Сергей Герасименко из Сурменивской школы стал лучшим среди мальчиков младшего возраста, в чем немалая заслуга его учителя Гончарова Евгения Петровича. Золотая медаль среди девушек старшего возраста у ученицы Нухова Азамата Жавдатовича Оксаны Голощаповой из Верхнеуральска. По завершению соревнований номера художественной самодеятельности сменялись награждением призеров кросса. Победителям и призерам легкоатлетических соревнований памятные медали и кубки с символикой соревнований вручались от Управления физической культуры и спорта. От организаторов спортивного праздника отличившимся бегунам подарили оригинальные грамоты и вымпелы с фотографиями соревнований прошлых лет. Спонсор кросса Александринская горнорудная компания учредила денежные призы лучшим легкоатлетам в возрастных группах. Информацию о деятельности Верхнеуральского телевидения, а также анонсы передач вы можете увидеть в официальной группе ВКонтакте УралВТВ и на сайте телевидения. Узнать подробно обо всех новостях до эфира вы можете на нашем портале в уральск.лайв. Сегодняшний выпуск подходит к концу. Не переключайтесь, будьте в курсе событий района и смотрите ВТВ. 15 октября день рождения отметил Виктор Петрович Фомин, директор общества с ограниченной ответственностью Хлебинка, почетный гражданин Верхнеуральского района. Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил. Пускай в жизни по пятам преследуют успех и никогда не отстают удачи и благополучия. Желаем только приятных забот, большого достатка. Всегда смело идти вперед к своим желаниям и целям. Ловите каждый позитивный момент и наслаждайтесь им. С уважением, коллектив ВТВ. 17 октября 35 исполнилось Ренату Камилевичу Сагитову, депутату районного собрания от Межозерного поселения. Пусть этот день будет переходом на новую ступень жизни. Желаем с каждым годом становиться все мужественнее, удачливее, крепче. Пусть все мечты сбываются поскорее и вместе с тем появляются новые. Чтобы рядом всегда находились верные друзья, которые помогут и поддержат в любую минуту. С уважением, коллектив Верхнеуральской телерадиостудии. 19 октября день рождения у Ивана Михайловича Машкина, председателя собрания депутатов Верхнеуральского района. Желаем благополучия, радости, множества возможностей, любви, улыбок, хороших событий и приятных встреч. Будьте здоровы, сильны, всегда уверены в себе и в завтрашнем дне. С уважением, коллектив ВТВ. Дорогой Данил, поздравляем тебя с днем рождения. Как ни странно, 8 лет – это сказочный рассвет, это детство золотое. Пролетит оно стрелою. С днем рождения поздравляем, небо мирного желаем. Школьных лет тебе счастливых, самых лучших и красивых. Пусть исполняются мечты, будет все, как хочешь ты. Целый мир перед тобой, улыбайся в праздник свой. Коллективы Верхнеуральского центра помощи детям и ВТВ. Уважаемые работники дорожного хозяйства, поздравляем вас с профессиональным праздником. В отрасли активно осваиваются новые технологии, современные дорожные покрытия, внедряется новая техника. Желаем всем успешной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С уважением, коллектив Верхнеуральской телерадиостудии. Уважаемые работники пищевой промышленности, поздравляем вас с профессиональным праздником. В этой отрасли работают сотни предприятий, ежегодно открываются новые производства, пополняя продуктовую линейку. Желаем крепкого здоровья и благополучия, новых трудовых достижений. С уважением, коллектив ВТВ. ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННАЯ ИСТОРИИ РОССИИ 18 октября 1813 года. В этот день русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в битве народов под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. День воинской славы России 20 октября 1827 года. В этот день русский флот с союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском морском сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один только флагман русской эскадры Азов уничтожил 5 турецких кораблей. 14 октября на 69-м году жизни скончался один из опытных врачей Верхнеуральской центральной районной больницы Алиев Муслимас Хабалиевич. Он родился в 1950 году в селе Тлярош Республики Дагестан. Свою трудовую биографию Муслимас Хабалиевич начал в 1977 году после окончания Дагестанского государственного медицинского института по специальности стоматология. В Верхнеуральской районной больнице он отработал более 35 лет в должности стоматолога-ортопеда. Занимал должность заместителя главного врача по поликлинике. Много приложил усилий для организации развития стоматологической службы больницы. Муслимас Хабалиевич был высококвалифицированным врачом-стоматологом. Вел приемы, консультировал больных с особо сложными патологиями. Муслимас Хабалиевич был исключительно вежливым и корректным по отношению к коллегам и пациентам. Неоднократно награждался за хорошие показатели в работе и добросовестный труд в деле охраны здоровья населения Верхнеуральского района. Пользовался большим авторитетом среди населения Верхнеуральска. Избирался депутатом в районное собрание, где активно отстаивал интересы избирателей своего округа. Администрации и собрания депутатов Верхнеуральского района выражают свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Светлая память о Муслиме Асхабалиевиче, как о высоком профессионале и прекрасном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Алиев Муслим Асхабалиевич был похоронен на своей родине. Внимание! В октябре грандиозное открытие оптового мебельного центра в Верхнеуральске. Более тысячи моделей от лучших фабрик России. Постоянные акции и скидки. Бесплатный проект за один день. В наличии кухни, шкафы, столы, интерьерные кровати и огромный ассортимент диванов. Первый магазин честных цен. Торговый центр «Мега». Каждый третий россиянин погибает от заболеваний, которые развиваются на фоне алкоголизма. 82% убийств в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Выбор за тобой. Алло, полиция. Здравствуйте. В школе 9761 находится бомба. Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Находится бомба. Там, где клён шумит Над речной волной Говорили мы О любви с тобой Опустел тут клён В поле бродит нгла А любовь, как сон Стороной прошла 30 октября на сцене Верхнеуральского городского дома культуры Выступят легенды московской эстрады, вокально-инструментальный ансамбль «Шире круг». Вас ждут любимые хиты советского периода и море положительных эмоций. Перед зрителями выступят солисты таких известных ансамблей, как «Весёлые ребята», «Голубые гитары», «Маки», «Песниры». Приглашаем всех жителей и гостей города и района. Начало концерта в 19.00. Цена билета – 300 рублей. Заказ билетов по телефону 8-351-43-222-62. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку Там, где тревожно гудят, стучат поезда В свой вагон пошла она Улыбнулась из окна Поезд тронула я вслед Лишь рукой помахал ей в ответ Предприятие «Айрон Кинг» примет на постоянную работу слесаря Заработная плата от 20 тысяч рублей на руки Официальное оформление, социальный пакет, работа в теплом цехе, обучение на месте Собеседование в четверг в 15.00 по адресу город Верхнеуральск, улица Ленина, 93 Обращаем внимание жителей Верхнеуральского района На основании федерального закона номер 503 от 31 декабря 2017 года Общество с ограниченной ответственностью Центр коммунального сервиса Имеющее статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами С 1 октября 2018 года приступает к раздельному сбору ТКО на территории Верхнеуральского района По приведенному ниже графику в поселение района будет приезжать автомобиль И принимать отсортированное вторичное сырье Пластик, стекло, алюминиевая банка и т.д. за наличный расчет По интересующим вопросам обращаться по телефону 83519 330 133 С 27 сентября администрация Верхнеуральского района В течение 30 календарных дней принимает заявки с полным пакетом документов От субъектов малого и среднего предпринимательства На предоставление субсидий по возмещению затрат в соответствии с муниципальной подпрограммой Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном районе на 2017-2019 годы Пакет документов в соответствии с порядками можно представить по следующим каналам связи Почта и в районную администрацию по адресу город Верхнеуральск, улица Еремина, 43 Либо на бумажном носителе в МФЦ Верхнеуральского района по адресу город Верхнеуральск, улица Советская, 31, помещение 1 Нормативно-правовые документы, муниципальная подпрограмма, порядки предоставления субсидий Размещены на официальном сайте администрации Верхнеуральского муниципального района в разделе «Малый бизнес» За консультацией можно обратиться в отдел экономики и анализа администрации Верхнеуральского района Телефон 8351-43-331-00 Ежегодно на территории Челябинской области проводится интернет-опрос об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Опрос проводится в рамках реализации указа президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов На официальном сайте Верхнеуральского района размещен баннер, кликнув на который, предлагается принять участие в опросе Военный комиссариат Верхнеуральского и Ногайбакского районов Челябинской области проводит отбор кандидатов на 2019 год из числа граждан Российской Федерации в возрасте От 16 до 22 лет, не проходивших военную службу, до 24 лет, проходивших военную службу Военные училища, институты Размещение кандидатов в высшие учебные заведения на период конкурсных испытаний, питание и медицинское обеспечение бесплатно Кандидаты, поступившие в военные институты, должны предоставить результаты ЕГЭ, пройти медицинскую комиссию, сдать нормативы по физической подготовке Бег 100 метров, кросс 3 километра, подтягивания на перекладине Граждане, зачисленные в высшие учебные заведения, находятся на полном государственном обеспечении и получают стипендию Проезд к месту сдачи конкурсных экзаменов и проезд в отпуск бесплатный Всем желающим поступать в военные учебные заведения, обращаться по месту регистрации в военный комиссариат Верхнеуральского и Ногайбакского районов Челябинской области По адресу город Верхнеуральск, улица Советская, дом 15 Телефон для справок 2-23-53 Дорогие друзья, накануне Дня народного единства 2 ноября 2018 года При поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Министерства национальной политики Удмуртской республики По всей России будет проходить всероссийская акция «Большой этнографический диктант» Верхнеуральский район присоединяется к акции и приглашает его жителей принять активное участие в мероприятии Организатором которого стала Верхнеуральская центральная городская библиотека имени Петра Кудряшова Этнографический диктант – это тест на знание народов России и национальностей Мероприятие во многом схоже с тотальным диктантом, но форма заданий напоминает обычный ЕГЭ Участникам диктанта за 45 минут предстоит ответить на 30 вопросов Из них 2 трети будут связаны с общими данными для России и зарубежья Оставшиеся 10 имеют привязку к специфике региона Принять участие в акции может любой желающий Где и когда можно написать этнографический диктант Жители района могут это сделать 2 ноября на площадке Верхнеуральской центральной городской библиотеки По адресу улица Роза-Люксембург, 41 Начало тестирования в 12.00 На месте нужно предварительно пройти регистрацию Поэтому потребуется документ, удостоверяющий личность Подробности по телефону 8 351 43 2 22 62 Для организации и проведения целенаправленной военно-профессиональной ориентации молодежи И качественного отбора кандидатов для поступления на учебу в 2019 году Военный учебно-научный центр военных воздушных сил Военно-воздушная академия филиал в городе Челябинске Проводит день открытых дверей В военном училище 21 октября, 18 ноября, 16 декабря Начало проведения в 10 часов Общий сбор всех желающих ознакомиться с условиями поступления учебы в училище Получаемым специальностям и бытом курсантов на центральной проходной военного училища Маршрут проезда вы видите на своем экране В Петропавловской школе проводятся общественные обсуждения По вопросу капитального ремонта здания Петропавловской средней общеобразовательной школы Желающие принять участие в обсуждениях приглашаются 16 ноября 2018 года в 11.00 Настало время узнать о погоде На территории Верхнеуральского района в эти выходные По данным интернет-сайта Гесметио В субботу 20 октября температура воздуха утром плюс 7, вечером 13 градусов тепла Ветер западный 4,6 метра в секунду Ясно В воскресенье 21 октября утром плюс 3, а вечером потеплее до плюс 7 градусов Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду Пасмурно, местами дождь В это воскресенье профессиональный праздник отмечают работники пищевой промышленности Пусть в каждом доме будет хлеб всему голова Уважайте труд людей, создающих нашу еду И смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах Адреса которых вы видите на своих экранах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова